Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Проблема ваша заключается в том, что партнер вас не слышит. Действовать здесь нужно в двух направлениях. Можно действовать. Первое, это повышать стимул, то есть чтобы у вашего партнера был стимул. Стимул к вам прислушиваться. Стимул обращать на вас внимание. И стимул не исчезать. И как сделать так, чтобы человек прислушивался к вам? Ну, на мой взгляд, вопрос довольно серьезный, важный и насущный. Потому что совершенно очевидно, что если вы выстраиваете свои отношения вот так, как вы выстраиваете их, то есть если вы выстраиваете их непосредственно таким образом, что мужчина не хочет к вам прислушиваться и обращать на вас внимание, это значит, что вы либо подавляете его, либо растворяетесь в нем чересчур. То есть вы настолько сильно в молодом человеке нуждаетесь, что он чувствует вот это, чувствует, что вы в нем нуждаетесь. И поэтому, потому что вы нуждаетесь в нем, он по этой причине не видит необходимости к вам прислушиваться. Существует, конечно, и еще одна причина. И здесь может быть так, что вы просто не позволяете своему мужчине проявлять себя, не позволяете ему делать что-то. Не позволяете ему принимать решения какие-то. Вот. И так далее. И здесь, конечно, нужно корректировать ваше поведение. Здесь нужно смотреть, как вы преподносите себя мужчине. Что вы делаете для него, что делаете для себя, как вы делаете для него и как вы делаете для себя. То есть это вот такие важные моменты, на которые вам стоит обратить свое внимание. Дальше. Ну, совершенно очевидно, что если вы будете давить на него, и если вы будете, ну, требовать, например, чтобы он, допустим, слышал вас, слышал вас и так далее, то ничего хорошего из этого в общем и так далее. Но это не получится. Абсолютно. Потому что мужчине просто не нужно будет с вами идти на контакт. Для мужчины это будет неинтересно. Идти с вами на контакт. Вот. Для мужчины это не вас. Поэтому здесь нужно, чтобы вы человека как-то стимулировали. Рядовозного человека стимулировать нужно дать ему понять, что если он не будет к вам прислушиваться, то он рискует вас потерять. То есть вы выступаете сейчас, вы выступаете в такой роли преследователя немного. Когда пытаетесь до него достичаться, а это мужчина подавляет. Вот. Поэтому я рекомендую вам, если человек исчезает, просто оставить его в покое, не трогать его, его. И, не трогая его, достаться спокойно, спокойно дождаться, когда он объявится. Объявится, значит, ну вот, в вашей жизни снова. И уже после этого разговаривать с ним по поводу того, что вам неприятно. Ну, неприятно, что он так себя ведет с вами. Это, по факту, едва ли не единственная позиция. Потому что мужчина его не переделает. Ну, насильно. Его нельзя переделать. Поэтому тот либо человек понимает, что поступает неправильно. и вы даете ему эту возможность понять, что он поступает неверно. Либо вы расстаетесь. Иначе, в противном случае, между вами так всегда и будут такие вот сложности и проблемы. Я не думаю, что вы хотите строить именно такие отношения. Ну, где к вам не прислушиваются. Например. Вот. То есть, я надеюсь, понятно, да? Что Дотучаться до мужчины можно лишь добавить ему мотивации к этому. С другой стороны, У человека могут быть свои проблемы, по которым он, человек, не хочет выяснять отношения. Но, если вы знали о такой его особенности и приняли его таким, с такой особенностью, то, ну, наверное, для него несколько странно, что вы теперь не принимаете то, что принимали раньше. Поэтому, на мой взгляд, вам данный аспект тоже необходимо рассмотреть. То есть, это именно вот то, что касается причин поведения человека. именно причин поведения. То есть, почему он так себя ведёт. Одно дело, если вы знаете, почему он так себя ведёт. и другое дело, если вы не знаете, это просто началось вот, ну, спустя какое-то время. то есть, ну, просто началось. То есть, этого не было, не было, не было, не было, а потом просто внезапно ничего. Вот, если это так, то, я полагаю, что тут нужно разбирать причины, по которой это есть. Вот. Ну, в принципе, я думаю, на этом можно закончить мой ответ. Я, пожалуй, только лишь добавить осталось, что вы называете свою проблему банальной. Вот. Мне тоже хотелось бы знать, почему вы называете свою проблему банальной. Если, если есть трудности, то, на мой взгляд, не стоит их, эти трудности, принижать. То есть, трудности, наоборот, нужно воспринимать серьёзно и относиться к ним, как, ну, действительно, к чему-то такому важному. К тому, что может, как-то помещать вам быть счастливой. Ну, быть счастливой вообще, вообще счастливой быть. И счастливой с этим мужчиной, с которым вы их находитесь, в частности. Вот. Я думаю, что именно так можно, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Понимаю, что это немного, но и вопрос свой вы задали довольно кратко, что мешает меня в возможности ответить вам на него более подробно. Для более подробного разбора вашей ситуации вам нужно либо написать ещё один более полный вопрос, чтобы можно было лучше понимать картину происходящего, либо, соответственно, либо обратиться лично к какому-либо психологу для разбора в индивидуальном порядке ваших проблем. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...